Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 27 апреля и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы вновь получаем подтверждение сохранения нисходящей тенденции. Уже торгуемся вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, 26 апреля, на уровне 1.2096. И в следующей предпосылке цели для роста это область 1.2030. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на максимальное значение вчерашней торговой сессии. Это отметка 1.2210. По паре британский фунт, американский доллар, также на текущий момент сохраняются предпосылки нисходящей тенденции. В том случае, если британский фунт сможет уйти ниже уровня 1.3895, это минимальное значение вчерашнего дня, то в этом случае мы получим дополнительное к этому подтверждение с целью снижения до отметки 1.3827. Ну а если в свою очередь британский фунт закрепится выше отметки 1.40, это максимум, который был зафиксирован вчера и 25 апреля, то в этом случае мы можем ждать вновь восходящее движение с целями роста до 1.4373. По паре американский доллар, канадский доллар, также тенденция восходящая сохраняется, хотя на текущий момент мы видим некое ослабление. Вчера мы не смогли обновить локальный максимум и сегодня только торгуемся вблизи данных уровней. В том случае, если канадец уйдет выше отметки 1.2897, цели для роста будут область 1.2989. Ну а если пробьет минимальное значение, которое было зафиксировано 24 апреля на уровне 1.2812, то в этом случае мы можем ожидать нисходящей тенденции в области 1.25. По паре американский доллар, японская иена, также тенденция пока на текущий момент сохраняется восходящая. Вчера мы также не смогли обновить локальный максимум. Постепенно сила покупателей снижается на текущий момент. Для подтверждения продолжения роста нам необходимо увидеть уход выше уровня 1.0947, максимум, который был зафиксирован 25 и 26 апреля. В этом случае цели роста – область 1.0996. Уход ниже минимума вчерашней торговой сессии, а именно 1.0906, вернет нас к продажам по данному активу с целями снижения до 1.0679. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция нисходящая также сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 74.99, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум вчерашнего дня – это отметка 0.7588. По паре евро-фунт тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, и движение по направлению 86.08. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум вчерашнего дня, который был зафиксирован на отметке 87.49. Золото продолжает свою тенденцию нисходящую, ближайшие цели по снижению это область 1308 долларов за тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на уровне 1326 долларов за тройскую унцию. По нефти марки Brent общее направление также остается восходящее, ближайшие цели роста это уход выше максимумов 7557, максимум который был зафиксирован 24 апреля и движение по направлению 7782. В том случае если нефть марки Brent сможет уйти ниже отметки 7306, это минимум 20 апреля, то в этом случае можем ожидать вновь коррекционное нисходящее движение с предполагаемыми целями снижения до 7060 и 67 соответственно. По индексу DAX вчера мы увидели уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы 25 апреля, что в рамках часового таймфрейма нас переводит вновь в фазу восходящего движения, но на мой взгляд здесь больше сохраняется боковик с верхними границами 12643, нижняя граница это область 12315. Пока мы не выйдем из этого диапазона, ярко выраженное направление у нас не отслеживается. Хотя общее направление остается восходящим, поэтому сделки на покупку пока все еще остаются в приоритете. Ну и биткоин вчера корректировался до отметки 8615 долларов, преодолеть минимальное значение в этой области данный инструмент не смог, поэтому на текущий момент тенденция восходящая также сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше отметки 9690 долларов и далее движение по направлению на 10800. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok